Детское радио представляет Спортивная программа В синем море корабли все сидели на мели Физкульт-привет, мои юные болельщики С вами Захар, спортивный комментатор Детского радио Я тут, видите ли, дикцию тренирую Дикция от латинского dictio – это произношение, манера произносить слова Очень помогают в этом деле скороговорки Вот сами попробуйте В синем море корабли все сидели на мели Так, молодцы, а теперь давайте побыстрее В синем море корабли все сидели на мели Молодцы! Вот слышу, как Оля спрашивает, а что такое мель? Ну, мель – это такое мелкое место на море или на реке Кстати, сегодня мы поговорим о речном виде спорта Узнаем, что такое гребля на байдарках и каноэ Для начала давайте-ка разберемся, что же такое эти самые байдарки и каноэ Байдарка – это длинная узкая лодка Ее придумали жители севера – эскимосы В ней человек сидит лицом вперед, то есть по ходу движения лодки В руках у него весло с двумя лопастями Байдарочник поочередно опускает их в воду То с одной стороны лодки, то с другой Спортсмен-байдарочник рулит ногами, потому как руки-то у него заняты правильно Нажал правой ногой на рулевую планку – лодка идет правее Нажал левой ногой – идет левее И очень здорово у них это получается Каноэ – это тоже узкая заостренная лодка Главное ее отличие от байдарки в том, что здесь нет сиденья для спортсмена Поэтому в каноэ спортсмен встает на одно колено Каноист, как и байдарочник, расположен лицом по ходу движения А вот весло у него совершенно другое Оно с одной лопастью Спортсмен гребет с одной стороны лодки Шух! 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 Каноэ, кстати, придумали индейцы Северной Америки Может быть, сам знаменитый индейец, мудрый и храбрый воин Чингачгук Большой Змей Герой приключенческой книги Фенемора Купера на такой плавал Самый зрелищный вид гребли называется гребной слава Спортсмены соревнуются, кто быстрее пройдет водную трассу Тут мало просто грести и плыть Нужно все время проходить специальные ворота Их на одной трассе штук 25 Они подвешены над водой Очень эти ворота необычные И на замок не закрываются Соревнования по гребному слалому проходят на бурной воде Она беспрестанно бурлит и очень торопится, спешит А у гребца нет времени попадать ключом в замочную скважину Вот поэтому он на своей лодке и мчится под воротами Для спортсменов на соревнованиях создают специальные искусственные речки, каналы В них есть и пороги, и валы, и бочки Бочки – это перепады воды На такой бурной воде решение принимать нужно моментально Одно неверное движение и ты, правильно, в воде И догоняешь лодку в плавь У каждых ворот, которые проходят гребцы, есть номер Он написан на табличке сверху Проходить ворота требуется строго по порядку Если запутался и после вторых проплыл через четвертые Получаешь дополнительное штрафное время секунды А то и минуты Штрафы гребцы очень не любят Потому как если получишь лишние секунды, выиграть соревнование не получится А еще ворота запрещено задевать И проходить их нужно с правильной стороны Ее тоже указывают на специальной табличке Положено справа – значит идешь справа Слева – значит только слева Если запутаешься – опять штрафное время Давайте-ка потренируемся Я говорю в какую сторону А вы поворачиваетесь Готовы? Налево Еще раз налево Теперь направо А теперь направо Еще налево Направо Ну, почти получилось Гребли на байдарках и каное – это олимпийские виды спорта Мужчины и женщины здесь соревнуются отдельно Спорт этот сложный И чтобы побеждать, нужны сильные руки и железный пресс Тренировать их можно в парке, на спортплощадке у дома Но лучше всего в физкультурно-оздоровительных комплексах Что строит по всей стране компания «Газпром» Там для тренировок созданы все условия И заниматься можно в любую погоду С вами был спортивный комментатор детского радио Захар Всем оле-оле Спортивная программа Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова